всем привет добро пожаловать на наш подкаст ее радио 1 добро пожаловать наш очередной эпизод меня зовут адмира и я являюсь академическим адвайзером а также сегодня со мной моя коллега ирина тоже академический адвайзер всем привет и с нами есть наш гость директор образовательных программ школы естественных и гуманитарных наук сссх галиаса гандыкова здравствуйте сегодня наш подкаст также посвящен специальному письму который был отправлен и мы его обсудим конечно же сегодня но прежде чем мы начнем я бы хотела задать вопрос галье поскольку эта роль ее позиция довольно таки новая позиция в школе да чем она занимается чем вы занимаетесь какая у вас роль какие вас функционал если вы больше расскажете было бы интересно нашим студентам больше узнать об этом ну вообще это должность была создана примерно год назад так как наша школа является одной из самых больших школ самой большой школы и наша школа обслуживает 80 процентов классов обязательных по кокер-ыкилов поэтому администрация школы посчитала нужно создать такую позицию которая была бы более ориентирована на студентов то есть часть конечно обязанности которые сейчас у меня появляются или появились самого начала было это ведение случаев когда студенты неправильно себя так скажем ведут во время или экзаменов или написание с этой плагиат списывание и какое-то другое поведение и преподаватель их как бы пишет на них репорт то они попадают ко мне это вот одна из больших части того что я сейчас делаю потом идет какой-то небольшой адвайзер конечно может быть не в полной мере потому что у вас есть свои академические адвайзеры но чаще всего ко мне приходят студенты у которых проблемы что еще в последнее время я стала сильно заниматься скедулинг расписанием и координации а вот этого вот корр курикилума потому что все студенты из всего университета они все равно проходят часть предметов через нашу школу берут через нашу школу вот это вот основные мои обязанности сейчас спасибо большое что объяснили мне кажется всем стало более понятно давайте приступим к нашему письму но прежде чем я зачитаю письмо мы бы хотели вот завина сегодня побыть в роли студентов и не задать вопросы вам как директор образовательных программ то есть вы знаете очень много моментов касательно различных предметов до особенностей вы можете рассказать со стороны школы как все выглядит и мы попытаемся быть немного более студентов и зададим вам вопросы письмо пришло оказать на специально одного предмета физики 161 да я зачитаю на английском языке какие-то фрагменты поскольку письмо длинное мы не сможем да все зачитать где ее он строгаем за our first year physics class first i am disappointed with how physics 161 is organized we can't even get a quality answer the grading system is very harsh the course is historically very hard my confidence shattered what's the point of studying и последнее i have zero motivation to continue studying this course i came in excited about it but ended up very disappointed то есть по сути студент говорит что он первый год берет этот курс да то есть это самый интродактор и курс физики и студент не совсем удовлетворен как этот курс организован как организована система оценивания да и курс очень трудный для студента и он говорит для зачем мне учиться если я все время разочаровываясь да в этом курсе что вы можете изначально галия сказать по этому письму ну есть несколько моментов про которых я хотела бы наверное сегодня поговорить первый момент физика 161 является одним из обязательных предметов для очень многих специальностей как впрочем и так далее калкулус 1 2 физика и 2 калкулус и наряду с другими предметами которые все студенты берут это очень популярный предмет и очень много студентов его хотят взять и которым необходимо его взять соответственно так как у нас наблюдается где-то недостаток и дефицит преподавателей нам приходится организовывать такие классы очень большими когда идет лекция его читают преподаватели естественно потом так как эта физика это начал science у него есть как бы практикумы семинары и есть лабораторные работы на как это все-таки такая наука которая требует эксперимент экспериментов и работы как бы до практической работы так как преподаватель вы понимаете да не может выполнять всего этого естественно они нанимают течение систем которые выполняют роль преподавателей на теториалах и на лабораторных у каждого преподавателя так как он читает в большой класс у него есть конечно свой офис аурс куда студенты в принципе всегда могут заходить естественно в данном случае вот именно в этом предмете они поставили так что раз преподаватель читает лекции вы только можете задавать вопросы по именно теоретической части когда дело доходит до практику когда они решают проблемы естественно там каждый инструктор который занимается именно преподаванием этой части он по идее должен иметь какие-то офис аурс но в любом случае студент всегда может обратиться я думаю что только email не всегда работает ко мне например студенты часто подходят после лекции я всегда готова отвечать на их вопросы а если вдруг тут немножечко так скажем я может быть немножко перемешаю некоторые вещи но хочу забежать вперед и это относится не только к физике 161 если у студента возникают вопросы и он чувствует что ему не отвечает на эти вопросы что он чувствует что его не слышат чувствует что у него возникают проблемы и и нету никакого решения всегда есть возможность обратиться сначала к главному лектору инструктору этого класса если здесь не помогает всегда есть возможность обратиться к черу то есть к зав кафедрой если тут нету помощи всегда есть адвайзер которому можно обратиться и естественно как последняя инстанция всегда есть вице декан по академическим делам ну или ко мне можно обратиться и всегда есть возможность как-то решить этот вопрос я конечно понимаю что я может быть по самому теоретической части физики не помогу но во всяком случае помощь с точки зрения организации найти кого-то кто мог бы помочь всегда можно потом другой вопрос был поднят в этом письме насколько я помню студент чувствует себя обманутым в части того что он сидел и честно тут немножечко вопрос на касается немножко моей стези да но при этом есть студенты которые обманывают систему и выходят из из воды сухими да и студент себя чувствует обман том что он ведет себя честно пытается честно учиться а оценки получать ниже чем те которые читинь да которые списывают которые как-то обходит некоторые правила чтобы получить лучшую оценку ну сразу хочу сказать да вы наверное как все наши слушатели наши студенты знаете что у нас очень строго с этим в университете у нас никакой терпимости нету в отношении академической честности мы создаем систему чтобы мы были все честными у нас не было проблем то есть естественно проблемы есть студенты находят возможности обманывать систему списывать получать оценки неправильным нечестным путем мы это про некоторые вопросы про некоторые проблемы знаем мы пытаемся с этим бороться в частности по физике 161 они уже намного улучшили систему чтобы предотвратить они раньше были над на одной системе проведения онлайн квизов сейчас они перешли на мудл недавно вот в прошлом семестре мы вскрыли парочку случаев когда даже через мудл проходили проблемы проходили так скажем нечестные случаи но и тут как бы мы пытаемся закрыть эти каналы и работаем с айти чтобы так сказать предотвратить последующие так скажем случае когда обходит систему или пытается списать или еще что-то да тут я аплодирую студенту что он пытается сдать этот курс честным путем я считаю что мы должны все к этому стремиться и если вы увидели или стали свидетелем того что происходят какие-то нечестности пожалуйста не стесняйтесь обращаться ко мне что еще наверное в этом письме было затронуто про про грейдинг да что очень какой-то так скажем как допустим да вот опять таки если когда к нам приходят студенты и говорят о том что вот грейдинг такой нам дают очень тяжелое задание нас очень тяжело оценивают потом мы получаем низкие игры и потом делают большой керлинг конце чем логика вопрос но грейдинг потеки лырли частности так скажем это вообще очень чувствительный вопрос часто студенты не согласны естественно или системы но надо сказать что в самом начале естественно каждый преподаватель оглашает свои правила течение семестр когда мы может быть немножечко я начну с самого начала что любой силу вас который мы по которой студенты получают начале семестр он обсуждается на уровне школы когда допустим департамент кафедра хочет предоставить предложить новый предмет студентам естественно предлагается силу вас силу вас идет вот такие то топики вот такие то будут экзамены асессменты вот такая то политика если идет речь о написании каких-то сочинений вот такие критерии по сочинениям причем очень часто идет прям в течение семестра где как когда каждое из этих заданий будет так сказать предоставлено и на уровне школы вот этот течение комитета куда входят представители всех кафедр он обсуждается причем насколько я знаю на этом комитете участвует один из представителей студенческой организации то есть человек сидит и который тоже принимает участие в обсуждении имеет голос то есть вы имеете голос грубо говоря составление каждого каждой структуры каждого предмета и и потом когда это уже одобрено эти все силы бесса находятся в реперезистарии и каждый преподаватель естественно интерпретирует это по-своему ну как в смысле не такой прям полной свободы нет особенно если мы говорим про предметы которые обязательны для всех но естественно вот сейчас например физика 161 так как это предмет очень большой очень такой многочисленный естественно многие преподаватели на нем преподают и каждый раз когда какие-то идут изменения они обсуждаются многими людьми в данном случае физики до 80 процентов насколько я помню зависит от квизов и одной из жалобы вот в этом письме было то что на лекции теорию обсуждаем а получается оценка складывается в основном после и после практических занятий в этом есть конечно свои плюсы и минусы плюсы в том что все таки это практические занятия в это решение задач решение задач что хорошо в этом и многие студенты почему-то этого не видят явно но эти задачи они не берутся с потолка они берутся практически с того же учебника то есть если вы читаете учебник в конце каждого каждой главы есть практические задания и если вы этими практическими заданиями их решаете прорешиваете практикуетесь на них очень большая вероятность что задания на квизе или на экзамене не будут практически такими же может быть это цифры поменять какие-то будет интерпретация той же самой задачи то есть например на физике у них есть какой-то там не знаю банк задач и каждый раз значит рандом ли это эти задачи путем случайной выборки выбираются и предоставляются на этом квизе то есть теоретический студент может прорешать все задания там грубо говоря после каждого и после каждой главы и после каждого топика и соответственно быть готовы к этому значит то есть с одной стороны мы понимаем что практически так скажем занятия они может быть немножечко не привязаны напрямую к теории там то есть то что на лекциях преподается и то что на recitation немножко как бы кажется на первый взгляд что это разделенные две вещи но на самом деле это все очень близко связано и как бы в принципе любой студент который занимается достаточно долго он может быть очень хорошо подготовлен к этим кризисам почему именно вот мы если остановимся касательно что в конце очень сильно поднимают до ценки из-за того что общий уровень всех студентов низкий это как такая практика обычно применяется ко многим классам почему это особенно сейчас стало такое именно это этого курса физики и в целом вы вы тоже же преподаете допустим да как это вообще ну вообще каждый преподаватель когда долго преподают он видит что в принципе у каждого класса каждого уровня есть своего рода распределение оценок да то есть если мы говорим про большие классы и начального уровня класса то распределение оценок примерно в конце семестров всегда соответствует Как это называется? Нормальное распределение. Нормальное распределение. То есть есть хвосты, где малочисленные, но они есть. И основная группа студентов обычно где-то находится в среднем на уровне C+. Это просто по опыту. То есть это ты видишь. Естественно, бывают иногда классы, которые более одаренные, менее одаренные. Бывают, наоборот, немножечко распределение смещается в сторону меньшей оценки, иногда в сторону большей оценки. Если мы говорим про классы более высокого уровня, соответственно, там уже распределение идет больше в положительную сторону. Потому что это уже предметы, где студенты специализируются. И, соответственно, там уже идет накопленный опыт и знания. И это уже меньшие классы, где преподаватель более внимательен к студентам, где больше идет диалог со студентами. Соответственно, там оценки более положительные. Там уже мы говорим о том, что в среднем оценка где-то колеблется на уровне B и B+. И, соответственно, меньше F, чем, допустим, в таких классах начального уровня. Почему задания некоторые сложные? Иногда мы смотрим, ну, например, я по собственному опыту, я не буду говорить за всех. Я, допустим, даю квиз какой-то и смотрю, как группа в целом на него реагирует. То есть, если этот квиз достаточно сложный, и я вижу, что оценка немножко сместилась в более негативную сторону, в более отрицательную сторону, я корректирую, допустим, в следующий раз делаю квиз более легче. Потому что всегда у нас есть какая-то норма, мы на что-то ориентируемся. В конце семестра мы знаем, что обычно оценка должна быть где-то в районе, вот как я говорила, где-то в районе среди. Вот стандарт этот, кто определяет? Каждый профессор сам идет в школе. Каждый профессор, ну, распределение оценок вы знаете, да, там что-то от 100 до 95, да, это у нас есть, это у нас прописано в политике. Школа может рекомендовать, естественно, со стороны деканата мы обычно говорим, что примерное распределение должно быть вот такое. Но, естественно, опять-таки, каждый класс уникален. Иногда бывает динамика класса такая великолепная, что практически оценка всегда находится где-то в середине, там, B. А бывает класс настолько, как бы, нереспонсив, ну, не идет, вот, не знаю, это или динамика класса, или так, не знаю, солнечное сотмение, или как-то студенты между собой, я не знаю. Бывает так, я не знаю, как это, очень редко бывает, но они бывают. Учитывая, что наши студенты все звезды со своих школ, это, можно сказать, сливки нашего общества, да, сливки всех наших школ, соответственно, разделить кто-то меньше, больше мы не можем, поэтому мы делаем это с помощью сложности экзамена. То есть чуть посложнее мы выделяем тех студентов, звезд из звезд, да. Естественно, кто-то получает меньше оценку. Тут уже идет, наверное, где-то, кто больше занимается, мы их тоже пытаемся таким образом вознаградить, да, то есть ты больше занимаешься, на сложные вопросы отвечаешь, значит, ты заслуживаешь более высокой оценки. Тут стратегия, опять-таки, у каждого преподавателя своя, да. Кто-то делает, как вы сейчас уже сказали, дает сложные экзамены, дает сложные экзамены, а потом в самом конце делает какой-то кэрвинг, да. Мне нравится делать кэрвинг по дороге, то есть вот я увидела. В течение курса. Да, вот, да, там, ой, миттерм плохо пошел, давайте я лучше сделаю немножко кэрвинга, там, например. Кто заработал самую большую оценку, теперь это будет не 100, а вот 95 была самая высокая, вот теперь 95 будет считаться за 100. Или кто-то предпочитает, там, например, давать какие-то бонус-задания. То есть, естественно, вы не думаете, да, что преподаватели какие-то, я не знаю, звери, да, там, или там, имеют в своей голове злой план завалить студентов. Естественно, мы пытаемся понять, у каждого класса есть, вот, ну, грубо говоря, вот это распределение. И мы разделяем, кто от студентов, которые добросовестно, хорошо учатся, там, талантливые, от тех, кто менее талантлив, или, например, менее вкладывают свое время и желание в этот курс. Соответственно, всегда есть такие, которые не ходят, или там, то есть я, например, вот сейчас веду в этом семестре ведение в макроэкономику. С самого начала, самая первая лекция, я сказала, я читаю, я преподаю с 2001 года, уже больше 20 лет. На практике я знаю, что студенты, которые не ходят в класс, с меньшей вероятностью получат хорошую оценку. Корреляция положительная, просто 99-процентная. То есть на 20 лет вы уже определили. Да, вот и вчера у меня был урок, я прихожу, у меня в классе из 160 человек, наверное, в лучшем случае сидит человек 80. То есть половина класса. Опять-таки, то есть моя страстная речь о том, что очень высокая вероятность получить хорошую оценку, если вы ходите в класс. У вас просто еще митки не было сейчас. Вот, да. Митку у вас пройдет. Опять-таки, да, вот, то есть сейчас они на митку или там на квиз, вот у меня, допустим, на следующей неделе квиз, они придут, посмотрят, и, соответственно, после этого начинается, да. Отдайте мне дополнительные задания, отдайте мне там бонус и так далее. То есть тут так называемый two-way street, да, двухстороннее движение. Я вам готова больше помогать, если я вижу, что я, что вы что-то делаете. Ну, соответственно, когда мы говорим про класс 160, 200, 300 человек, да, мы не можем под каждого придумать какое-то определенное новое задание, да. Это просто слишком много работы. И, соответственно, какие-то вещи, ну, вот, студенты не могут выполнить. То есть там, например, пропускают там миттерм, они приходят, говорят, сделайте мне мейкап. Почему я для одного студента из класса 160 человек должна делать какой-то специальный один миттерм? Ну, конечно, да. То есть для того, чтобы вот многие студенты как-то иногда не могут взглянуть со стороны преподавателя, да. Или увидеть полную картину, да. Да. Вот я просто хочу сказать с нашей точки зрения, для того, чтобы сделать даже один квиз, просто один квиз, то есть при том, что я уже преподаю этот курс очень давно, там, и так далее, да, то есть мне нужно минимум 3-4 часа. То есть даже при том, при всем, что у меня есть тест-данки, предыдущие экзамены и так далее. То есть я каждый раз делаю новый экзамен. И для того, чтобы сделать этот экзамен, мне нужно как минимум 3-4 часа. А я уже не говорю про тех преподавателей, которые недавно начали преподавать, и у них нет такого накопленного какой-то базы данных. Им приходится это делать там день-два. То есть когда студентка мне приходит и говорит, ну, что вам стоит дать мне еще один мейкап экзамен? Так часто говорят, да. Там говорят, что в классе же есть место, я знаю. Да. То есть в этом отношении это стоит мне многого. Потому что одно дело, я потратила 3-4 часа, у меня 160 студентов написали экзамен. Одно дело, только для одного студента я должна буду 3-4 часа тратить для того, чтобы сделать этот экзамен. Поэтому, например, в моей политике класса я говорю, что если вы пропустили экзамены, там, квиз, и у вас есть для этого веская причина, которую вы можете доказать, не просто так, что, типа, я там проспал и так далее, то я могу перенести вот этот вес этого экзамена на какие-то другие экзамены. Но в этом случае вы должны понимать, что ваши другие экзамены будут весить больше, чем у всех остальных. Да. Я вот разговаривала по поводу, опять возвращаемся к физике, к Антону, с Антоном Десятниковым, который является заведующей кафедрой физики. Они идут навстречу и создавали, допустим, в прошлом семестре специальные отдельные экзамены для студентов, которые вы его пропустили. Можете представить, да, какое всё-таки массивная работа. И то находили студенты, которые даже на этот экзамен не приходили. То есть где-то тут студенты должны понимать, что где-то есть... Есть ещё перспектива преподавателя. Во-первых, перспективы преподавателя. Во-вторых, всё-таки те студенты, которые чаще всего жалуются, это как раз-таки те студенты, которые не выполняют всех требований, которые идут в классе. То есть пропускают там или ещё что-то. Те, которые студенты, в принципе, занимаются, знаете, я, конечно, может быть, это не очень хорошо говорить на подкасте, но я иногда шучу, что главный орган студента – это попа. То есть если студент сидит, занимается, то есть вот такой элегмотив, значит, у него будет всё хорошо. Чем дольше ты сидишь, грубо говоря, читаешь, занимаешься, к этому выделяешь время, то, соответственно, оценки у тебя будут отражать то время, которое ты на него потратишь. Спасибо, Галия, за такой подробный ответ, мне кажется, очень много затронули. И вообще, в целом, мы обсудили не только физику, остальные курсы очень хорошо. Хорошо. Чтобы подытожить, да, вот эту часть нашей программы, у нас есть вопрос, вот касательно, мы знаем, что в SSH, да, есть teaching and learning committee, и если студент, допустим, не только физика, да, допустим, другой курс, да, то есть очень много студентов жалуются, да, касательно качества курса, касательно как он преподается, соответственно, как преподаватель относится, допустим. Есть ли возможность студенту прийти и как-то, чтобы он мог обратиться за помощью, или чтобы его хотя бы выслушали, да, то есть какая схема вообще, и роль, если вы тоже немного расскажете, teaching and learning committee? Ну, я не думаю, что, конечно, студент может просто прийти на teaching and learning committee, а в принципе, как я уже говорила, есть так называемая chain of command, да, то есть студент, если чем-то недоволен, если у него есть жалоба, естественно, первым делом он должен обратиться к своему преподавателю. Если, опять-таки, преподаватель не помогает или не отвечает полностью на его вопросы, естественно, следующий шаг, наверное, скорее всего, будет обратиться к завкафедрой. То есть, если уже совсем за кафедрой там никак не решается вопрос, даже после обращения к нему всегда есть возможность прийти к вице-декану по академическим вопросам, и тут по дороге можно ко мне завернуть. В чем здесь можно такой быстрый вопрос, разница между, допустим, Vice-Dinfo Academic Affairs и вашей роли? Ну, скажем так, вице-декан занимается больше такими вопросами, которые касаются большинства, то есть политики, таких вещей. Я занимаюсь более частными случаями, то есть студентов, когда есть. В основном, конечно, ко мне приходят студенты с проблемами. То есть тех студентов, у которых нет проблем, у которых все замечательно, с регистрацией, с академической успеваемостью, со здоровьем, ко мне не приходят. Соответственно, естественно, то, что я вижу, я вижу только самые крайние случаи. Как предшественник, наш предшественник Филипп Энс говорил, что когда они получают от тебя e-mail, они должны быть уже боятся, значит, что-то не так. Письмо счастья раздавается. Да, ко мне приходят уже студенты, когда как бы уже лаз-резорт, можно сказать. Я поэтому занимаюсь более частными случаями. То есть то, что касается именно частных студентов, академическая нечестность, проблемы с регистрацией. Наверняка те студенты, которые были under-registered, они получали от меня e-mail, dismissal, leave of absence. Такие вещи, которые именно касаются частных студентов. А вице-декан по академическим вещам, он занимается именно политикой школы, с департаментами занимается. То есть такие именно академические вопросы, которые касаются всей школы. То есть если у студента есть предложение по поводу изменения организации курса, он идет уже к ВАЗДину? Да. И как бы, да, потому что вице-декан именно занимается, он является председателем Teaching and Learning Committee. Соответственно, потом, позже все эти вещи, естественно, по иерархии идут дальше на университетский уровень. Тут, наверное, хотелось бы, может, немножечко опередить вас, рассказать, что все-таки студенты всегда имеют свой голос. Во-первых, я, насколько знаю, студенты всегда обращаются в свое студенческое правительство, которое я знаю, очень активное. Всегда можно быть услышанным через них, учитывая, что представитель студенческого правительства является членом, ну, может быть, не голосующим членом, но, во всяком случае, представителем в Teaching and Learning Committee. Во-вторых, у студентов есть другой канал, это Evaluations. В конце каждого семейства студенты получают об этом e-mail, notification, да, что они имеют возможность ответить на ряд вопросов и оценить качество курса, который они брали в этом семестре. Ну, с одной стороны, я знаю, что не все студенты отвечают на эти вопросы, что я считаю, что это, ну, как бы упущение со стороны студентов, потому что это очень хороший канал получения фидбэка о том, как прошел класс. Особенно преподаватели, которые только начинают преподавать, и нет достаточного опыта, естественно, они где-то идут, меняют методы, как они преподают, да, меняют, не знаю, там, структуру экзаменов и так далее, получая вот именно информацию через Evaluations. То есть студенты – это прекрасный, прекрасный канал, по которому студенты могут сказать, ну, естественно, честно, не имея никаких там задних каких-то мыслей, да, что именно им понравилось и не понравилось в классе. А вот вы получили, да, вот отправили курс Evaluations, студенты написали свои отзывы, оценили курс, вы получили все ответы. Что дальше? Что делает с этими ответами школа? Школа получает эти ответы, естественно, если предмет получил очень низкую оценку, вот тут, к сожалению, не моя, так скажем, area of expertise, ну, насколько я знаю, обычно вице-декан просматривает, если оценки очень низкие у этого курса, обсуждается этот вопрос с завкафедрой этого предмета, и, соответственно, потом завкафедрой разговаривает по поводу этих, так скажем, плохих оценок тем преподавателям, на которые это пришло. Каждый преподаватель потом получает свой собственный Evaluations, то есть ни один из преподавателей не видит оценок других преподавателей. И, естественно, как вы знаете, это совершенно анонимный опрос, то есть мы не видим, кто это написал, мы получаем, мы проводим эти все Evaluations как раз до final exam, отчасти для того, чтобы студенты имели инициативу какую-то, чтобы это стимул, чтобы заполнить эти Evaluations, не видя своих, так скажем, финальных оценок, а преподаватели получают результаты только после того, как они выставили оценки. То есть, опять-таки, нет вот этого канала, что преподаватель разозлится и устроит вам сложный экзамен. То есть, чтобы избежать вот этих небольших конфликтов, таким образом выстроена эта система опроса по предмету. То есть преподаватель получает этот фидбэк, он видит, где что работает, особенно хорошо, когда студенты пишут небольшие комментарии. То есть не просто нажали multiple choice оценки выставили, а именно конкретно. Мне там понравилось то-то, то-то. Мне не понравилось то-то, то-то. И, может быть, предложили бы там, допустим, что-то, что с их точки зрения могло бы сработать лучше. Преподаватель это читает, смотрит. Естественно, на какие-то вещи, если это не, ну, там, грубо говоря, если комментарий типа «станьте ёжиками», то, соответственно, мы не можем это сделать. И какие-то вещи, то есть есть feasible вещи, которые возможно сделать, и есть какие-то вещи, естественно, которые мы не можем сделать, или слишком кослые, да, естественно, какие-то вещи мы меняем в соответствии с этим. Если, конечно, на это очень большой идет спрос. То есть, допустим, если все пишут, ой, там, мне не понравился, там, таким, манера вашего преподавания, естественно, мы не можем это изменить, да, там, как изменить манеру моего преподавания, да, но какие-то вещи, там, например, было бы хорошо сделать, там, больше ассессментс, или там... Или длинный офис-ауэрс. Да, или длинный офис-ауэрс, или давать какие-то домашние задания. Может быть, что-то из этого возможно сделать, достаточно легко это сделать, и преподаватели доберут себе на вооружение. То есть, естественно, те студенты, которые прошли все уже, для них это, да, но они помогают улучшить своего рода предмет для следующих поколений своих. Ну, допустим, если профессора что-то меняют в организации курса, есть ли какой-нибудь, я не знаю, что-то типа репорта какого-то, вот, допустим, я бы заполняла бы эту форму, точно зная, что вот анализировали, и вот мне дали обратный ответ. Или вот, допустим, школа дала какой-то summary, да, вот этим вот. Это было бы тоже, вот наш, это suggestion, возможно, да? Потому что было бы хорошо, что студенты понимают, что это не уходит куда-то, да? А есть какой-то момент, что школа работает? Ну, для этого существует вообще система всего университета. То есть у нас есть quality assurance, и, соответственно, естественно, может быть, это к студентам не придет, но каждый год, каждый департамент, каждая школа сдает отчет по каждому курсу и по каждому, по каждой программе. То есть, что работало, что не работало, там, сколько здесь эффект, сколько здесь эек, и так далее. То есть, мы статистику делаем, отчитываемся, где были слабые стороны, сильные стороны, и так далее. Это обсуждается на teaching and learning committee на уровне школы, потом это все идет наверх, вот именно в quality, как он называется? Quality assurance. Quality assurance. И, соответственно, это все используется для чего? Во-первых, для того, чтобы центральная администрация видела, как идет система преподавания, все ли соответствует тем нормам, которые мы ожидаем от нашего образования, и, естественно, это все будет использоваться дальше для аккредитации наших программ и нашего университета. То есть, это все внедрено внутри системы университета. Естественно, каждый студент, после того, как он заполняет evaluation, он на это не получит никаких ответов. Но эти evaluations имеют, опять-таки, как я сказала, ценность, чтобы преподаватель где-то что-то менял в лучшую сторону, плюс каждый преподаватель там каждые 3-5 лет выходит на contract renewal или на promotion. И эти evaluations имеют один из один из критериев, по которому комитет, который рассматривает продлить ли контракт этому преподавателю или так сказать промоуты на другой уровень. То есть естественно, есть вес. Голос этих студентов не пропадает где-то в тишине. И оно имеет значение для, естественно, для всего департамента и школы и так далее. То есть все это внедрено в систему, это все встроено. Это не просто так, что мы хотим просто провести evaluations и ничего после этого не происходит. Хорошо. Спасибо большое, Галина. Мне кажется, очень подробно все обсудили. на примере одного предмета физики развалились в школу. Да, очень, мне кажется, познавательно будет для студентов узнать другую сторону. Теперь мы бы хотели задать последние вопросы касательно вы в этой роли, мы сказали, не так давно, как директор по учебным программам, директоров стадис. Какие у вас сейчас проекты, над которыми вы работаете, что вы хотите вообще в целом улучшить в СССР, какие у вас планы и, возможно, вы и коротко расскажете про это. На данный момент в голове у меня есть несколько интересных проектов. Не знаю, насколько это и как быстро мне удастся это внедрить. Наверное, самый такой ближайший, который мы обсуждаем, это, конечно, так сказать, вернуть институт пир-эдвайзинг. Мы заметили, что вот ваш департамент делает прекрасную работу на уровне андиклэрд, первокурсников, но потом такое ощущение, что студенты наши теряются, потому что, честно говоря, не все адвайзеры относятся к своей работе на департаментах очень ответственно, и часто бывает, что студенты не получают, так скажем, хорошие должное, так скажем, внимание и хорошие советы под поводу того, какие предметы брать, когда и так далее. То есть, было бы хорошо, если бы мы, допустим, старшекурсников или хотя бы третикурсников брали бы на вот эту, может быть, волонтерскую позицию, может быть, вот сейчас мы прорабатываем разные возможности, и эти бы студенты рассказывали бы со своей точки зрения, свой опыт, что работало, что не работало, да, то есть, это вот один из моих проектов, которые я сейчас хочу внедрить. Второй проект, про который я сейчас очень думаю, это как бы улучшить процесс дисциплинарных случаев. То есть, у нас сейчас как, если студента поймали на академической нечестности, преподаватель дает, значит, репорт, и студента есть возможность апелляцию провести, если он считает, что он был неправильно, так сказать, осужден, так скажем. И это остается у нас в записях, мы, то есть, это держим, у нас есть своя база данных всех, так скажем, студентов, которые попались на этом, и, соответственно, когда мы говорим, речь идет о том, что студент потом будет подавать там на магистратуру, или, возможно, там еще на что-то, это может повлиять на его рекомендации, или... Да, даже в университете же прописаны многие программы. Я недавно имела возможность общаться с двумя представителями из University of Wisconsin-Madison, которые именно занимались академической нечестностью, и мне понравилась одна практика, которую они у себя проводят. То есть, если студент получил вот такой, ну, допустим, класс A, это категория A, академической нечестности, это у него остается в рекорде, то есть, если он второй раз попался, его могут уже набить, да, и так далее, то есть, соответственно, и наказания будут выше. Они в Висконсине делают такую практику, что если студент попался, ему дают возможность, грубо говоря, отработать свою карму. То есть, есть групповые занятия, ну, для себя в голове, я это представила, как, наверное, мы все видели в фильмах, да, этот клуб, где какой-то ментор собирается, там, несколько этих студентов, и каждый прорабатывает, то есть, что бы он сделал по-другому, почему это плохо, там, я не знаю, да, что бы ты сделал для того, чтобы улучшить ситуацию сейчас, там, написать, я не знаю, письмо преподавателю с извинениями, или, там, например, если были задействованы какие-то ваши сокурсники, да, там, написать письмо сокурснику, ну, я не знаю, какие-то предлагаются действия, которые могли бы улучшить эту ситуацию, если он проходит через такой, так скажем, курс, то, допустим, если ему нужно, там, рэнкинг, или, там, рекомендательное письмо, это не появится там, то есть, своего рода, мы стираем, как, как driving school, да, то есть, если вы, то есть, ну, у нас, к сожалению, в Казахстане такой практики нет, я знаю, например, что в Америке было так, если тебе выписывают штраф, ты нарушил правила дорожного движения, ты можешь пройти driving school, если ты там все хорошо стаж, то мы стираем это с твоих, с твоего отчета. Да, это очень, да, то есть, фокус идет не только на наказание, да, но чтобы был какой-то реворд, то есть, чтобы студент, наверное, еще части вот этого, так скажем, опыта было бы еще, наверное, моя другая идея, которую я тоже много обсуждаю, и вроде как она, эта идея зародилась не только у меня, по всему университету, то есть, создать какой-то курс онлайн, типа вот онлайн-драйвинг, да, то есть, и по академик-мисконтакту создать определенный модуль, то есть, что такое читинг, что такое плагиат, что такое там, то есть, разные-разные-разные, так скажем, вопросы, может быть, это будет ряд видеоклипов, может быть, это будут тексты, и в конце будут какие-то типа онлайн-квизы, которые вы должны ответить, если вы его проходите там с какой-то проходной оценкой, то типа все замечательно, то есть, своего рода, это тоже часть того, что не просто типа мы наказали, и все, и забыли про это, да, а мы снова студенту напоминаем, что вот наши правила, вот таким правилам-то должен следовать, и снова показываем, что это за... как работа над ошибками, да, своего рода, и то есть, каждый студент, который получил этот академик-мискондакт, может, имеет возможность, значит, либо через вот этот клуб анонимных читеров, да, проработать свою, так скажем, в кавычках, карму, да, что значит, вот допустим, проработать, вот я туда пришла, я сказала, допустим, я признаюсь, меня зовут Зарина, я там завершила мискондакт, вот мне говорят мискондакт, это плохо, я сейчас скажу, да, это плохо. Нет, ну мы у вас будем спрашивать, Вадзарина, почему вы считаете, что это было плохо, чем это было плохо, какие последствия имеют ваши... Какие уроки вы сделали. Да, какие вы уроки изрилили. Что бы вы сейчас сделали, чтобы вот эту тяжесть, так скажем, вашего поступка облегчить тем людям, потому что то, что вы сделали, это не только отразилось на вас, но и на других людях, например, кто вот пострадал вместе с вами, как они могли бы, так сказать, почувствовать себя лучше, что вы должны со своей стороны сделать. Чтобы я оценила ситуацию. Да, то есть, да, чтобы это было не так, что типа я вам в лицо лампой свечу, да, и говорю, почему вы так. Но это же еще групповая работа. Это групповая. Это же цель, почему групповая, потому что ты друг друга рассказываешь, ты видишь, что ты не один, и есть люди такие же, и возможно даже то, что ты там сидишь и слушаешь как другие, тебе легче становится в целом, что ты себя так не винишь и не наказываешь в целом, потому что это все равно же некоторые студенты, которые были отличниками, да? Да, для них. это трагедия и катастрофа на самом деле получить категорию A или B. Соответственно, когда ты в группе сидишь, мне кажется, цель тоже в этом, чтобы друг другу показывать, рассказывать и возможно как-то уменьшать вот этот вот момент, психологический, тревожный. ну конечно, я понимаю, что кто-то это будет делать для отмазки, вот я в этом, мы в этом и думаем, но я думаю, что мы должны думать не только о тех, кто, может быть, кто для отмазки это делал, он и так, и так, но если мы поможем хотя бы какой-то части студентов с точки зрения психологической сложности, с точки зрения того, что может быть, знаете, некоторые, знаете, что некоторые фрешмены именно страдают. Особенно. Особенно, потому что, к сожалению, система образования в Казахстане до этого, школьное образование, нету такого сильного стресса на то, что такое академическая честность. То есть, где-то, может быть, преподаватели не видят этого, где-то преподавателям просто нет возможности это проследить, да, там, техническая возможность, времени, я не знаю, но почему-то именно в школьном, в школьной системе Казахстана нет такого сильного стресса на это. И многие наши фрешмены, когда приходят сюда, они даже не понимают различия, что это плохо и как это плохо. Пока один раз у них не шутится. У нас были случаи, когда особенно фрешмены, вот даже в этом году, там, например, в течение одного месяца получали два-три несконтакта. То есть, не потому, что они не понимают, они просто не знают этого. И, наверное, вот это была бы частью такой образовательной системы. Это очень классная идея, Галия. То есть, допустим, студент сюда поступает, вы даёте ему этот introduction training, как вы говорите, онлайн. Если ты прошёл. он всё прошёл, окей. Ну, допустим, что-то случилось, в раме несконтакт, вы даёте шанс ему реабилитироваться, исправить это. Но если ты уже этот шанс не использовал, то уже, пожалуйста, да, было панишем. Да, конечно, это всё уже как-то выстраивается, эту схему какую-то. то есть возможность реабилитироваться и возможность исправить. здесь я хочу оговориться, и, конечно, если вы проходите этот тренинг, это не означает, что все штрафы, которые были за этот пеналтия не уходят, вы точно так же получаете там какой-то штраф за то, что вы там, не знаю, ноль получили за это задание, естественно, это всё остаётся, но зато у вас не будет этого рекорда на вашем, так скажем, категории, вот этой категории не сохранится. И, соответственно, ну, можно сказать, если это очень хороший добросовестный студент, который понимает, то в следующий раз он уже больше не будет попадаться и, соответственно, не будет это в его записях. Ещё такое, то, что вы про первую свою идею, которую сказали, про первую, первую, мы здесь тоже хотим сказать, что это прям суперидея, потому что, на самом деле, мы видим такой большой тоже поток студентов третьих годов, четвёртых годов, в котором некому обратиться порой, потому что нету преподавателей, как адвайзеров, те, которые могут им помочь, поэтому, если вы сможете это внедрить, мне кажется, это будет большой плюс. И, в целом, мы хотели бы тоже сказать, что у нас вот наша программа, она на самом деле, её фэллошип, она очень крутая сейчас, то есть мы покрываем очень много областей и, в целом, видим большие-большие плюсы. И студенты, особенно фрешмены, которые первые раз в университете, первые раз сталкиваются с таким образованием, именно с системой, образования, им, конечно, сложно вначале привыкнуть, и когда есть рядом студенты более опытные, которые могут помочь в любой момент подсказать что-то, это вообще круто, поэтому, мне кажется, наши студенты, по сути, они готовы помогать друг другу, просто себе делать эту систему, канал какой-то через что-то. У меня сама была передвайсером в СССР. Несколько лет назад. Да, вот, к сожалению, в своё время мы имели это, и сейчас, ну, после пандемии, после всего этого, особенно, когда, если вы, наверное, знаете, Альмира тоже у нас работала раньше в школе, и, к сожалению, после того, как Альмира ушла, этот институт у нас развалился. Ну, я думаю, что классно, Галья, что вы поделились, студентам будет тоже интересно. Спасибо вам большое, вообще, в целом, мне кажется, прошёл интересный разговор. Да, очень много всего обсудили. Да, и последний, наверное, есть, если у вас есть какие-то советы, для, особенно, Freshman Students, потому что, всё-таки, наш подкаст для студентов первого курса, да, или, возможно, студентов, Foundation, который только начинает свой путь здесь в университете, что вы можете сказать вам, какие пожелания, советы, может быть? Ну, с академической части тут, опять-таки, занимайтесь, ходите на уроки, не пропускайте, как я уже сказала, великолепная, положительная корреляция между attendance'ом и academic performance, это на опыте многих университетов, и даже, когда я за рубежом преподавала, это работает, это есть, ну, наверное, не забывайте про самих себя, всё-таки, вы студенты, это прекрасная пора вашей жизни, одна из лучших, тогда, когда вы делаете друзей на всю оставшуюся жизнь, может быть, в некоторых случаях встречаете своего soulmate, будущего мужа, будущую жену, не забывайте, что у вас есть, кроме учёбы, ещё что-то, ну, наверное, не знаю, делайте так, чтобы всю свою жизнь вы про это время вспоминали с удовольствием. Классно, спасибо. Зарина, есть ещё что-то сказать, последнее? Спасибо большое за выпуск, правда, мне кажется, мы сегодня были такими, в роли таких студентов, простых студентов, тех, кто воспринимает только одну сторону, мы решили задать все вот эти вопросы, получили ответы. Да, это непростая тема была, на самом деле, письмо очень тяжёлое, но мы постарались максимально ответить на него. Гарья, спасибо вам большое и до скорого, надеюсь. Вам спасибо, я надеюсь, что многих студентов я не увижу в своём кабинете, потому что, опять-таки, ко мне приходят студенты только с проблемами, поэтому желаю, чтобы у вас было как можно меньше проблем. Да, и мы будем ждать ваших проектов. Спасибо. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok